Тренировочный лагерь братьев Кличко, Австрия. Август 2010 года. Младший брат Владимир готовится к своему очередному поединку. Сегодня у него открытая тренировка. Старший брат, как это часто бывает, находится рядом. Именно он принимает на себя все внимание очередной волны поклонников. Два брата, два чемпиона. Продолжительная и очень драматичная карьера боксеров-профессионалов. Им многие завидуют, их многие унижают. Но большинство любят и уважают. На двоих у них 94 выигранных поединка, из которых 86 братья завершили досрочно. Каждая из пяти поражений болезненно, драматично и индивидуально. На двоих они провели 99 боев, предстоящий сотый. И соперником в этом поединке будет боксер, в свое время выходивший на ринг против каждого из братьев Кличко. И это были не рядовые противостояния. Каждый из этих боев писал историю братьев Кличко. КОНЕЦ Их первая встреча состоялась в сентябре 2005 года. Вернее, не встреча, а так, мимолетный обмен взглядами. Место поединка – Атлантик-Сити. А пресс-конференция тогда состоялась в Нью-Йорке. У входа в ресторан «Планета Голливуд» их встречала фигура легендарного Рокки Бальбоа. Команда Кличко появилась вовремя. Питера не было. После 40 минут ожидания возникла словесная перепалка между менеджерами боксеров. Это не профессионально. Это не уважение к сопернику. Да это просто чертов Нью-Йорк. Пробки! Пробки! Володе надоело ждать. Он начал отвечать на вопросы журналистов сам. Спасибо большое за что приезжали. Делал он это, как всегда, спокойно и уверенно. В этот раз язык общения был преимущественно английским. Я хочу, чтобы вы не были. Когда все же появился Питер, команда украинцев уже двигалась к выходу. Когда Сэм впервые заглянул в глаза Кличко. Он тряс указательным пальцем. В тот момент ни он, ни кто другой не знали, как часто нигерийцу придется выдерживать на себе взгляд братьев Кличко. Сэмэль Питер. Нигерийский кошмар. Тогда, в сентябре 2005 года, многие считали его одним из самых перспективных, самых агрессивных и самых жестких представителей супертяжелого дивизиона. В букмекерских конторах ставки в том поединке были практически равны. Но все же небольшое предпочтение отдавалось именно ему. На процедуре взвешивания братья появились уже вместе. Их тогда часто сравнивали, как, впрочем, и в последующие годы. Представительницы женского пола спорили, кто из братьев красивее и мужественнее. Ну а мужчина интересовал больше бокс, техника, выносливость, характер. Именно в характере предпочтение отдавали Виталию. Мол, он никогда не сдается, идет к цели до конца. И с упоением вспоминали его бой с Льюисом. О Владимире говорили более сдержанно. В то время было очень модно называть подбородок младшего Кличко стеклянным или хрустальным. Но медосмотр перед взвешиванием показал, что подбородок у Володи самый, что ни на есть настоящий. Да и с объемом сердца и размером кулаков тоже все в порядке. На это мероприятие команда Питера тоже опоздала. Но уже не так неприлично, как было на пресс-конференции. В своем каждом взгляде и жести они демонстрировали уверенность. Даже самоуверенность. Войдя в зал, Сэм принялся рассматривать журнал с картинками. И постоянно с кем-то говорил по телефону. Но потом настал момент, когда у каждой присутствующей на процедуре взвешивания женщины замирает сердце. Затем они снова заглянули друг другу в глаза. Но в этот раз Питеру довелось уже выдержать на себе взгляд обоих братьев. До первого боя с нигерийцем оставалось менее суток. В такие моменты они всегда вместе. Виталий и Владимир Кличко. 24 сентября 2005 года. Побережье Атлантического океана. Атлантик-Сити. Казино Бордволк-Холл. Поединок за звание официального претендента на бой за звание чемпиона мира по двум версиям. До первого боя с нигерийцем остаются считанные минуты. В такие минуты братья всегда вместе. В ринг выходит один, но присутствуют там всегда двое. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Чуть более суток. Продолжение следует... 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 Кличко и его команда зашли в зал, заняли места в первом ряду и приготовились смотреть, чем же нигерейц их удивит. А тот и удивил. Сэм не только решил не одевать боксерские перчатки, он даже не снял кепку. Вот так, потанцевал, потанцевал, да и ушел. Уходя, продемонстрировал две козы на счастье и за тренировкой украинца наблюдать не стал. А Владимир остался наедине со своими поклонниками. Зазвучала знакомая музыка, под которую младший Кличко выходит в ринг. И он начал тренировку, в течение которой с него сошло семь потов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 11 сентября 2010 года. Германия, Франкфурт, стадион Коммерцбанк-Арена. Владимир Кличко, Сэмюэль Питер. С момента их предыдущего боя прошло почти пять лет. Время летит быстро. До сотого боя братьев Кличко осталось... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин